Настраивайся сама. Вот ничего. Самое главное, чтобы он не сбрасывался, а держал пол. Свободно двигаться, повиноваться всаднику, симметрично исполнять фигуры. Суть упрощенной выездки, иначе манежной езды. На Барнаульском подроме стартовал первый соревновательный день по троеборью. Выступают 29 пар со всего Алтайского края. На манеже опытная всадница Юлия Копербаева и ее напарник, красавица Верест, первый. Вместе второй стартовый сезон. Срок небольшой, но тандем сложился. Техника на высоте, на манеже одно целое. Робость и волнение могут себе позволить, но лишь после выступления. Сейчас немножечко волнуюсь, потому что лошадь такая активная, достаточно согласно своей крови. Чистокровная, верховая. Он такой интересный, очень активный парень. Главный подход к лошади у вас, он какой? Договориться нужно с лошадью, с ней, ругаться бесполезно, потому что лошадь все равно сильнее всадника. И только путем переговоров, так скажем, нужно найти с лошадью общий язык. Так, Коперес, веди себя культурно. Впереди у напарников полевые испытания, бег с препятствиями и конкурт, прыжки через барьеры. Наиболее зрелищный этап. Судья из Красноярска, который специально приехал оценивать наших спортсменов, в целом рассуждает о развитии конного спорта в сибирских регионах. Ну, в принципе, ребята неплохие. Есть и выступали много. И по российским стартам я их видел. Но, тем не менее, тенденция такая. Все-таки вот в основном старте в двух звездах выступает всего семь пар. Ну, как бы это вот для всего Алтайского края, скажем так, маловато. Похожая ситуация, поясняет судья и в других сибирских городах. В частности, в Красноярске. И чтобы наши спортсмены достигали больших результатов, необходимы современные конно-спортивные базы. А их сейчас в Сибири практически нет. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.